МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Здравствуйте, Евдокия Филипповна. Здравствуй, Софа. А что это у тебя случилось? Да вот, шла из магазина и торбу уронила. Бывает же такое. И банку со сметаной разбила. Авария. Да подожди ты бежать. У меня письмо для тебя есть. Сейчас отдам. Письмо? От кого? Ну как? От бывшего твоего, от Бориса. Странно. Ничего же он такого написал, что не мог сказать по телефону. Ну ладно, я побежала, а то у меня тут полная сумка газет. До свидания, Евдокия Филипповна. София и Борис прожили в браке три года. София родила Борису дочь. Год назад пара рассталась. Но Борис регулярно звонил, интересовался, как дела у дочурки. И исправно платил алименты. Зайдя в квартиру, София сразу распечатала конверт и стала читать. Я очень устал. Устал от постоянной физической боли и безысходности. Борис писал, что решил покончить с жизнью. И что это его осознанное решение, и винить в его смерти никого не стоит. А еще он сожалел, что в свое время бросил семью и оставил дочурку без папы. Прости меня и прощай. На штампе девятая. Девятая это была суббота. А сегодня уже понедельник. София серьезно забеспокоилась. Борис жил на другом конце города, в двухэтажном доме на восемь квартир. Телефонную линию провели только в одну из них. В квартиру ветерана войны, военного пенсионера Петрова. Алло, Григорий Степанович. Добрый день. А вы не могли бы позвать Борю? Очень нужно. Да, конечно, я подожду. Григорий Степанович, так звали соседа Бориса Нехода, был одинок, поэтому охотно помогал всем. Да? Никто не открывает дверь. Нет, нет, ничего не случилось. Спасибо большое. До свидания. София и Борис познакомились пять лет назад, сразу после того, как Борис перебрался в Астрахань из другого города. Рассказывал Софии, что жил в Мурманске, работал там сварщиком на каком-то секретном военном объекте. Борис хорошо зарабатывал и был вполне доволен жизнью, но заболел артритом. Бросив хлебное место, вынужден был перебраться на юг страны, в более мягкий климат. Впрочем, на новом месте болезнь не отступила и даже прогрессировала. В последнее время Борис работал в ЖЭКе на половину ставки инженером по технике безопасности. В свои 38 он подумывал оформить инвалидность, чтобы вовсе бросить работу и жить на пособие. Однако о самоубийстве Нехода никогда не говорил, во всяком случае, Софии. Перед тем, как ехать к Борису, София рассказала о случившемся своему новому, пока еще гражданскому мужу. Анатолий вызвался ее сопровождать. Может он на работе? Или просто вышел куда-нибудь? Да? Григорий Степанович, здравствуйте. Здравствуйте. Это снова я. Скажите, пожалуйста, а вы Борю когда в последний раз видели? Ну, в пятницу вечером. А что? Что-то стряслось? Не знаю. Ну, кажется, да. Ого, как! И шо же нам делать? В квартиру надо как-то попасть. Григорий Степанович, есть у вас фомка или ломик? Ну, гвоздодер есть хороший. Сейчас принесу. Может, лучше милицию вызвать. Ну и что? Ты письмо прочитаешь? Они до кого могут вообще не приехать. Вот. Ну что, застыло? Милицию не вызывают. Милиция. Нужно вызвать милицию. Так что случилось-то? Боя мертв. Боже! Прибывшая на место оперативная группа застала следующую картину. Хозяин квартиры, Борис Нехода, лежал в кухне на полу. Рядом с телом перевернутый табурет. На шее у Бориса петля. На другом конце веревки металлический крюк. Посмотрите. Это крюк от люстры. Вырван под тяжестью тела. Исходя из увиденного, можно было предположить, что Нехода привязал веревку к крюку для люстры. Потом залез на табурет, накинул петлю на шею, оттолкнулся и повис. Через какое-то время крюк вырвался из бетона и Нехода упал на пол. Окна в квартире закрыты, а следов от взлома нет. Ну, кроме тех, что оставил Анатолий. Гражданский муж Софии. Думаю, Гриша, так оно и было. Мы с вами еще свяжемся. Да, конечно. Ну, как так? Ну, как же так? А вот так. Довели человека? Кто? Дед Пихто. Вы и довели. А если не ты, так вон мордоворот твой. Что? О чем вы? Да ну вас. Не обращай внимания. Майор уголовного розыска Федор Савельев, ознакомившись в общих чертах с новым делом, подумал, что в этот раз ему выпала чисто бумажная работа. Самоубийство. Что тут расследовать? Так он считал, пока не рассмотрел повнимательнее один из вещдоков. Веревку, снятую с шеи погибшего. Она состояла из двух кусков, связанных между собой обычным простым узлом, который в народе называется бабьим. Бабий узел получил свое название благодаря тому, что женщины чаще всего завязывают им платки. Хотя на самом деле его применение очень широкое. Преимущество этого узла в простоте, а недостаток в ненадежности. Если скрепить таким узлом две веревки, то под нагрузкой узел всегда разлезется. Веревки будут скользить и сползать относительно друг друга. Узел был завязан довольно туго, но не настолько, чтобы выдержать вес взрослого мужчины. А сколько весил погибший? Килограммов 80 приблизительно. И этот узел мог выдержать такой вес? Крюк из потолка выпал, а это вот не развязалось. Странно. Тут вопрос один есть. Минутку. Присядь пока. Гриш, разувайся. В смысле, товарищ майор? Шнурки, говорю, давай сюда. Ну, что сидишь? Давай, говорю, шнурки, давай. Оба давать? Оба. Так. Майор Савельев решил провести эксперимент. Взял шнурки оперативника и связал их бабьим узлом. Держи. Здесь? Да. Тяни в свою сторону. Подтянули связанные шнурки. Узел быстро развязался. Развязалось. Как же тогда этот узел мог держать 80 килограмм веса в течение нескольких минут? Не знаю. Обувайся. Леонид Федосеевич? Да. А что, если нам отправить письмо Ниходы на экспертизу? Графологическую? Да. Что, если оно тоже расползется, как этот узел? Экспертиза покажет. Судмедэксперты установили причину смерти Бориса Ниходы. Он умер от асфиксии. Попросту говоря, задохнулся. Из внешних повреждений только след от веревки на шее. И все. Вот заключение. Леонид Федосеевич, он ведь упал. Упал с довольно приличной высоты. Ты представляешь, как он головой ударился? И что? Ни ссадинки, ни рассечения. Ничего. Ровным счетом. Время смерти определили приблизительно. Тело пролежало в квартире около трех суток. Мы нашли его в понедельник, а в пятницу Ниходу еще видели живым. Получается, что смерть наступила в ночь с пятницы на субботу. Где-то так. Ладно, пойду я пообедаю. Счастливо. Сомнения в том, что это самоубийство росли. Было решено отправить прощальное письмо Бориса Ниходу в Москву. Там работал целый отдел, который специализировался на подчерковеческой экспертизе. В 60-х, 70-х годах прошлого века графолог – почетная специальность в силовых структурах страны. Именно почерковедом в первую очередь отправляли анонимные записки с угрозами террористических актов. Лучшие графологи занимались установлением психической вменяемости автора анонимки, его образования, национальности, возраста и даже роста. Каждый почерк уникален. Наклон, размашистость, нажим. Удивительно, но даже когда человек пытается подделать почерк другого, все эти особенности сохраняются. Эксперты из Москвы изучили письмо, и вот их вывод. Это подделка. Письмо бывшей жене погибшего написал другой человек. Теперь у Савельева появились формальные основания считать, что Бориса Ниходу убили, а потом инсценировали суицид. В квартире Бориса Ниходы царил порядок. Ни последствий борьбы, ни признаков ограбления. Но Савельева все равно не покидало ощущение, что кто-то здесь поработал. Ребята, это вы в ящиках все перевернули? Нет, так было. Точно? Да, а что? Обычно люди стараются иметь в доме хоть какую-то сумму на черный день. А в квартире Ниходы не было ни копейки. Судя по всему, погибший аккуратно был. В шкафу полотенце по размерам сложено. А в письменном столе бардак. Странно. Детальный осмотр замков показал, что они были взломаны, вероятно, с помощью ножа или отвертки. На ящиках и на столешнице оперативники обнаружили отпечатки пальцев. Позже выяснилось, что их большая часть принадлежала хозяину квартиры. Но несколько следов оставил кто-то посторонний. Открыв платяной шкаф, оперативники удивились. У погибшего оказался очень пристойный гардероб. А этот сотрудник Жека умел жить на полставки. Не поспоришь. В шкафу у Ниходы висели два импортных костюма, отличное зимнее пальто индивидуального пошива, стояли несколько пар шикарных туфель. Югославские. Я не удивлюсь, если у нашего покойничка дополнительные доходы были, о которых его бывшая жена даже не подозревала. Или вежливо промолчала. Во внутреннем кармане пальто нашли квитанцию об отправке посылки, выданно в начале минувшей зимы. Получатель некто Виктор Войтенко. Особое внимание привлек его адрес. Исправительная колония. Наш товарищ не только любил хорошо одеваться, а еще и связи в уголовном мире имел. Проверить, кто такой? Да. Когда и за что сел. И где до этого жил. В комнате еще нашли шкатулку с документами, а в ней несколько снимков какой-то женщины. И два письма. Оба написаны прошлым летом и адресованы покойному. Но в адресе указана не его квартира, а какой-то крымский санаторий. Лечился, наверное. Переписывался с кем-то. Кто отправитель? Левтина Макарова. Позже сыщики узнали, что нехода состоял с этой женщиной в близких отношениях. Но вступить в новый брак не решился. Еще одна находка ждала оперативников под креслом. Товарищ майор, можно... Там лежал маленький зеленый камешек. Это изумруд. Должен заметить весьма высокого качества. Интересно. Откуда он здесь? Да откуда угодно. С любого ювелирного украшения. Мог запросто вывалиться из-за права. У них хода на пальцах перстней не было. Ни с камнями, ни без. Значит, кто-то другой его здесь потерял. Возможно. В коридоре Савельев нашел еще кое-что интересное. В дверь шкафа, который стоял при входе в кухню, был вбит гвоздь. На нем висела лопатка для обуви. К шляпке гвоздя прицепился небольшой клочок ткани. Глянь-ка. Что думаешь? Это похоже, кто-то одежду порвал. Ткань была плотная, хлопчатобумажная, темно-зеленого цвета. У погибшего вещей из такой ткани не было. Соседи Бориса Неходы в ночь убийства ничего не слышали и помочь следствию ничем не могли. Бодрствовал один лишь Григорий Степанович. Вы, я так понимаю, последний, кто видел Неходу живым, да? Ну, пожалуй, что так. Это был вечер пятницы. Часов шесть. Федя, не забудь инструменты вернуть. В собственной квартире обнаружен мертвым Борис Нехода. На первый взгляд все выглядит как самоубийство. Мужчина повесился в ночь с пятницы на субботу, предварительно написав и отправив бывшей жене письмо, которое она получила только в понедельник. Но сыщиков смущает узел, которым была завязана петля. Такой узел не может выдержать вес человека. И прощальное письмо Бориса оказалось подделкой. В квартире Нехода сыщики нашли много дорогих вещей, которые на зарплату сотрудника ЖЭКа не купишь. Боря из аптеки возвращался. За таблетками какими-то бегал. Я еще удивился, что его увидел. Почему удивились? Ну, Боря собирался в тот же день еще с утра уехать. На три дня, другой город, на свадьбу к приятелю какому-то. Почему не уехал? Ну, осень, погода. Сказал, суставы скрутило. Говорит, чарку не взять. Отменил поездку. Если не пить, то зачем до свадьбы ехать? Григорий Степанович, можно? Скажите, а еще припоминается одна деталь. Точнее, не деталь, а слова, которые вы говорили бывшей жене Нехода. Почему вы обвинили Софью в том, что именно она свела Бориса в могилу? Ну, это не то, чтобы обвинение. Это просто с дуру ляпнул. Ну, это же не просто так. Не просто. Это не столько из-за нее, как из-за нового хахаля ее такое подумал. Была тут одна история. Григорий Степанович страдал бессонницей. Неделю назад, поздно вечером, он вышел на балкон, чтобы подышать воздухом и невольно стал свидетелем неприятной сцены. Борис Нехода возвращался домой. И тут дорогу ему неожиданно преградил какой-то дюжий молодец. И снова здрасте. Опять ты. Ну, что тебе нужно? Я уже объяснял. Надо больше ребенку помогать. Ты у кого крысишь, понимаешь? Почему я за своей кровной должен чужую дочку растить, пока ты жируешь? Послушай, мы с Софией обо всем договорились. И тебя это не касается. Да касается. Договорись еще раз. По-нормальному. Даю неделю. Потом за себя не ручаюсь. Позже Григорий Степанович от самого Бориса узнал, что это был новый сожитель его бывшей жены, Толик. Анатолий Святыш, новый гражданский муж Софии, работал гравером. А значит, неплохо рисовал, обладал каллиграфическим почерком и имел твердую руку. То есть вполне мог состряпать поддельное письмо от имени Неходы. Оказавшись в кабинете и узнав, что его подозревают в причастности к смерти Бориса Неходы, Толик не на шутку испугался. Да как вы можете обвинять меня в причастности к смерти Неходы? Да мало ли что этот старик мог наговорить. Ну да, я не скрываю, было у меня пару неприятных разговоров с Борисом. Вы сказали, пару разговоров? Ну вам ведь сказали о второй беседе. А была еще первая. Она все ей объясняет. Первый разговор состоялся за неделю до второго. Анатолий Святыш и Борис Нехода случайно пересеклись в ресторане. Борис заказал бутылку шампанского и бутерброды с икрой и передал меню своей даме. Я так прикинул, он ведь в ресторане тогда месячное жалование свое оставил. Ну как такое может быть? Да и бабы такие обыцким по кабакам не ходят. Скажите, это она была с ним? Ну да, точно она. Ну как вам такое? Я когда их в ресторане тогда увидел, я сразу понял, у этого прохиндея есть какой-то левый заработок. Серьезный заработок. Алименты, конечно же, он платит. Но это ведь копейки. Значит, я думаю... Так вот куда ты деньги свои тратишь. Твоя дочь в рваных колготках ходит. А ты здесь шампанское хлещешь. Это кто он? Я не знаю, кто это. Ты не знаешь, кто я? А ну пошли выйдем на улицу. Кажется, начинаю припоминать. Анатолий, да? Знаешь, тот Толик. Иди-ка ты туда, погуляй сам. Что? Встань от меня, псих! Ненормальный. То, что рассказал Анатолий, подозрений с него не снимало. Более того, в ночь убийства с пятницы на субботу Толика не было дома. Ездил на ночную рыбалку, в раздор. Ну, есть у меня такая слабость, люблю, знаете ли, с удочкой посидеть. Сам был или с компанией? Один ездил. Ну, там я познакомился с мужичком местным. У костра посидели, ну, о жизни поговорили. На вид ему лет пятьдесят. Что еще? Зовут Федор. Приехал он на мотоцикле. Но вместо коляски деревянный прицеп. МТ, кажется. Точно не скажу. Вы говорите, он местный был? Сказал, что в поселке живет. В раздоре. Проверим. У Анатолия Святоша сняли отпечатки пальцев. И они совпали с отпечатками, обнаруженными на письменном столе в квартире погибшего. Толик пытался объяснить, дескать, когда нашли тело, он заходил в квартиру до того, как приехали оперативники. Мог случайно опереться на стол. Последние несколько месяцев Толик жил у Софии. Ее квартиру обыскали. И нашли в вещах золотое кольцо. Мужское. Присмотревшись, София опознала в этом украшении обручальное кольцо Бориса Нехода. Отпираться далее стало бессмысленно. И Толик признался. Но не в убийстве, а лишь в краже кольца. Ну что застыло? Милицию не вызывай! По словам Святоша, когда они зашли в квартиру Неходы и увидели его на полу в кухне, София онемела от ужаса и совершенно растерялась. Он же сохранял спокойствие. Толик отправил женщину к соседу вызывать милицию, а сам быстренько осмотрел в квартире все ящики и полочки. Впрочем, никаких сокровищ, по словам Толика, в доме не оказалось. Старое золотое кольцо – единственное, чем удалось поживиться. Чтобы выяснить, где в словах Святоша правда, а где ложь, сыщикам пришлось отправиться в поселок Раздор. Здравствуйте. Здравствуйте. Федор? Так точно. Я оперуполномоченный Михеев. Скажите, вы владелец мотоцикла МТ с деревянным прицепом? Да, дерево еще то. А можно я? Да, проходите. Глохнет дубина. У меня к вам будет пару вопросов. Скажите, вы прошлую пятницу на рыбалке были? Да. А что? С ночевкой? Да. Вот этого мужчину знаете? Знаю. Он знатного леща поднял. Я ему выуживать помогал. Мы разговаривали, потом посидели немного, выпили по сто. Это была ночь с пятницей на субботу. Федор подтвердил историю Толика о ночной рыбалке слово в слово. Так что Анатолий Святыш к смерти Бориса Ниходы никакого отношения не имел. А говорили, не заводится. Что? Я говорю, говорили, не заводится. Что? Что? Подозреваемого в деле не было. Следователю Савельеву нужно было все начинать сначала. В надежде получить хоть какую-то информацию об источниках богатства Ниходы, следователь решил встретиться с Алевтиной Макаровой, женщиной, с которой у погибшего были очень тесные отношения. Так как вы с ним познакомились? Мы познакомились с Борисом в поликлинике. Он пришел ко мне на прием. Я работаю врачом-ортопедом. Честно говоря, мы удивились, когда узнали, что Борис Ниходы имел возможность тратить большие деньги. Он что, хорошо зарабатывал? Вот уж не знаю. Мы с ним не говорили о деньгах. Никогда. Простите, я все никак в себя не приду. Не могу поверить, что Боря ушел. Не могу. Скажите, а как часто он вам делал подарки? Не так часто, как хотелось бы. Хотя, вот эти серьги, что сейчас на мне, он подарил. Товарищ милиционер, к сожалению, я вряд ли смогу помочь в следствии. Тут с улицы донесся громкий звук автомобильного двигателя. А, вот и брат приехал. Мне пора. Так что, если у вас больше нет вопросов... Вопросов больше нет. А что, ваш брат водитель грузовика? Нет, он в школе физкультуру преподает. А машина от папы осталась. Здравствуйте. Добрый день. Поехали. Уже едем, Андрюш. Только оплачь накинуть. До свидания. Разговор с Алевтиной Макаровой оказался совершенно пустым. Но вскоре информация, которая интересовала Савельева, поступила из другого источника. Сыщики проработали одну из улик. Квитанцию об отправке посылки Виктору Войтенко, который отбывал наказание в исправительной колонии. Выяснилось, что этот человек попал на нары пять лет назад за ограбление ювелирного магазина в Саратове. Ознакомившись с его делом, Савельев узнал, что у Войтенко был сообщник, которого так и не нашли. Ему удалось скрыться с большей частью украденных украшений. Оперативники проверили список украденного из ювелирного магазина и нашли там перстень, украшенный изумрудом. В квартире убитого Нехода нашли такой камень. Это могло означать, что Нехода и был тем самым подельником Войтенко, которому удалось скрыться. Изучая прошлое Бориса Нехода, сыщики узнали, что историю о работе на секретном заводе в Мурманске он выдумал. Интересно, что четыре месяца назад Войтенко вышел на свободу. Он устроился работать водителем грузовика в Астрахани и получил койку в общежитии. Войтенко вполне мог наведаться в гости к старому приятелю, чтобы забрать свою долю. Оперативники отправились к Войтенко в тот же день поздно вечером. Он уже собирался спать и очень негодовал, что его побеспокоили так поздно. Товарищ Войтенко? Да. Майор Савельев, уголовный розыск. Какого черта вам надо? Позвольте пройти? Валяй. Мне нужно задать вам несколько вопросов. Вопросы? Какие еще вопросы? Для начала скажите, что вы делали в пятницу прошлую, поздним вечером? В командировке был, в Волгоград ездил. Три дня меня не было, с четверга по субботу. Выехал обратно в пятницу, но до Астрахани добрался только в субботу, после обеда. Как же так вышло? Четыре сотни километров и два дня пути? А я сломался. Машина старенькая, пока ковырялся в моторе, стемнело. Пришлось ночевать на обочине. Поехал только утром. Не очень убедительная история, товарищ Войтенко. Гриш, обыщи комнату. Есть. Есть. 580 рублей А неплохо нынче водители зарабатывают Или это на работе за 4 месяца удалось отложить Это мои деньги, я их не крал И вообще, что вы пристали ко мне? Произошло убийство и возможно ограбление вашего приятеля Бориса Ниходы, помните такого? Вижу, что помните Я уверен, что вам кое-что известно Впервые слышу о смерти Бориса Войтенко признал, что именно Ниходы помог ему устроиться на новом месте после отсидки После этого виделись они нечасто Виктора Войтенко задержали Федор Савельев полагал, что наконец вышел на того, кто ему был нужен Войтенко точно знал, что у Ниходы есть чем поживиться В комнате Войтенко нашли приличную сумму денег А еще он на сутки задержался в командировке по очень сомнительной причине Именно тогда, когда был убит Нихода Но тут произошло событие, которое спутало все карты Кто-то вломился в квартиру Бориса Ниходы и перевернул там все вверх дном Произошло это ночью На замке входной двери следов взлома не было Тот, кто проник в квартиру, что-то искал Все вещи из шкафа и стола были вывалены на пол Мебель отодвинута от стен Шум разбудил соседа из квартиры снизу Я проснулся от того, что в квартире сверху мебель начали двигать И вы решили пойти посмотреть? Ну да, шпана могла влезть Позвольте Парни местные могли наведаться Я решил, пойду и шугану немного Понятно Сергей Дегтярь, так звали соседа с первого этажа Мог бы просто позвонить в милицию Но было уже два часа ночи А ну кто здесь? И беспокоить Григория Степановича, чтобы воспользоваться его телефоном, он не захотел Выходи сюда быстро! Есть кто? Из комнаты выскочил невысокий, крепко сбитый мужчина Наглонившись вперед, он врезался в Дегтяря и сбил его с ног Падая, Дегтярь ударился головой и на несколько секунд отключился Товарищ Дегтярь, да-да Подойдите пожалуйста сюда Да Скажите, это ваша кровь? Нет Цел, слава богу Это означало, что ранение получил преступник Внимательно осмотрев прихожую, сыщики нашли еще несколько капель крови В собственной квартире обнаружен мертвым Борис Нехода Среди вещей погибшего находят квитанцию об отправке посылки Виктору Войтенко, заключенному колонии Выяснили, Войтенко отсидел за ограбление ювелирного магазина Его подельника и большей части украденного так и не нашли Недавно заключенный освободился В квартиру погибшего Неходы кто-то пробрался через неделю после его смерти Сосед спугнул грабителя Убегая, тот порезался Товарищ Дегтярь Да А скажите, вы запомнили лицо того человека? Нет Все как-то быстро так получилось Я только Правое ухо его разглядел А что, в нем было что-то примечательное? Ага, печать шахматиста Печать шахматиста, это как? Или пельмешка У меня сын вольной борьбой занимается Это от него я таких терминов нахватался Борца аж в любой толпе видно У него уши поломаны Это они шутят, так называют печать шахматиста Как и во время убийства Неходы, не спал лишь Григорий Степанович Ко мне Сережа Дегтярь забежал Кричит звонил в милицию Я уже не спал, тоже шум слышал Но сразу не понял, из какой квартиры Может вы видели что-нибудь? В окно, например, как преступник убегал из дома? Нет Не видел Но кое-что слышал И что же? Это был шум мотора Очень громкий За минуту до того, как Сережа забежал ко мне От дома отъехала машина Судя по громкому и резкому звуку Грузовик Более того По словам Григория Степановича Очень похожий звук Он слышал в ночь, когда был убит Борис Нехода Что же вы нам сразу-то об этом не сказали? Мало ли что могло быть Остановилась машина на улице Потом уехала Меня часто будет с улицы машина Если честно, я вообще об этом забыл Вспомнил, когда снова этот звук услышал Упоминание о реве автомобиля заинтересовало Савельева Он вспомнил встречу с подругой убитого Алифтиной Макаровой За ней тогда еще брат на машине приехал На Старом Москвиче Двигатель работал очень громко Прямо гремел Жаль, что тогда никто не обратил внимания на уши Андрея Макарова А ведь Макаров вполне мог знать о богатствах Нехода И о его планах уехать на свадьбу к приятелю Виктора Войтенко уже собирались отпустить Но вдруг оказалось, что его персоной очень интересуются в областном управлении внутренних дел В ночь с пятницы на субботу кто-то совершил кражу в одном из колхозов области Несколько мужчин на грузовике заехали во фруктовый сад И вывезли почти полный кузов яблок Старенький сторож вмешиваться побоялся Но лица грабителей и номер машины запомнил Это был грузовик Виктора Войтенко Получалось, что у Войтенко в ночь убийства Бориса Неходы было алиби Теперь следователь Савельев решил вплотную заняться новым подозреваемым Андреем Макаровым Макаров жил в небольшом ветхом домике В частном секторе на окраине города По адресу оперативники никого не застали Пришлось установить наблюдение и ждать Подозреваемый появился ближе к полуночи Стоять, не двигаться! Уголоны резать! Круги вверх! Медленно! Руки на капот! Тихо! Давай, наручники А вот и печать шахматиста Что? Какая мечта? Я про ухо Это ведь так у вас называется Готов поспорить на правой руке свежий порез от стекла Позже выяснилось, что оперативник был прав А группа крови Макарова совпала с группой крови Которую обнаружили на полу прихожей в квартире Бориса Неходы В доме Андрея Макарова провели обыск Оперативники нашли ответы почти на все вопросы В прихожей на вешалке висел старый выгоревший армейский ватник У него был вырван клок материи Товарищ майор Можно вас на минуточку? Да Обратите внимание Позже экспертиза установила, что клочок этой же ткани Был найден в квартире Неходы На шляпке гвоздя, вбитого в дверцу шкафа И у меня находочка Что у тебя там? В подвале дома милиционеры нашли небольшой сверток А в нем три перстня Все разобраны, камни отделены Одного не хватает Перстня это три, а камешка два Это потому что третий уже у нас Бьюсь об заклад Избруд, который мы нашли в квартире убитого Подойдет сюда как родной Дальнейшая проверка показала, что все три перстня Пять лет назад украли из ювелирного магазина в Саратове Андрей Макаров понял, что улик против него достаточно В надежде на благосклонность суда он признался в убийстве Попался, значит попался Чего тянуть, когда за хвост Вы действовали один Или у вас был сообщник Да, действовал сам А ваша сестра в курсе того, что вы натворили? Нет, сестру не трогайте Она ничего не знала Макаров изо всех сил пытался выгородить Алевтину Но майор ему не поверил Он не исключал, что в ночь убийства Алевтина тоже была на месте преступления Возможно, именно она связала веревки тем самым бабьим узлом Савельев еще раз отправил прощальное письмо неходы На графологическую экспертизу На этот раз почерк сравнили с почерком Алевтины Макаровой Эксперты пришли к выводу, что это именно она написала письмо В итоге сестра села на скамью подсудимых рядом с братом Повторяю еще раз, для тех, кто в бронепоезде Идея ограбить неходу пришла именно мне С чего вообще вы решили грабить мужчину, который, вполне возможно, собирался жениться на вашей сестре? Понимаете, речь о браке не шла Аля собиралась бросить Бориса Разлюбила? Меня о любви их не спрашивайте, да и дело не в ней Аля предложили работу в санатории в Ялте Планировала переезжать Там, где не хода лечился? Да, именно там У нее там знакомый хороший Но хотела переезжать сама Болезнь нехода развивалась стремительно Лет через пять он, возможно, не смог бы даже из дому выходить Алевтине Макаровой такой муж не был нужен А вот его деньги пригодились бы Алевтина лгала, когда говорила Савельеву, что Борис не часто баловал ее подарками У нее в квартире нашли очень много золотых украшений И все они числились в списке украденного из ювелирного магазина в Саратове И дураку понятно, что покупала все это ненакровно заработанный Знаете, если украсть краденое, это вовсе не преступление Сделать копии ключей от квартиры неходы Алевтине было несложно А вот подходящего момента, чтобы ограбить квартиру, ждали долго Когда нехода сообщил, что уезжает на три дня гулять на свадьбе приятеля Макаровы поняли, что это самое время Андрей проник в квартиру около полуночи Дверь открыл дубликатом ключа Андрей, ты что тут делаешь? Тихо, тихо Ладно, убирайся отсюда! Тихо, тихо, тихо Макаров был спортсменом С шести лет он занимался вольной борьбой На допросах он много раз повторял, что не хотел убивать Дескать, испугался, и его руки сделали все сами Он легко остановил набросившегося на него неходу, схватив его за шею в удушающем приеме Мужчины повалились на пол Макаров держал свою жертву, пока нехода не перестал подавать признаки жизни Весь его улов составили пять червонцев, обручальное кольцо и три золотых перстня Все это валялось в ящике письменного стола Перстни были разобраны Макаров сгреб украшения и сунул в карман Но из-за того, что был в перчатках, сделал это как-то неуклюже Один камешек проскользнул между пальцами, упал на пол и куда-то закатился Макаров его не нашел А как вообще у вас возникла идея инсценировать самоубийство? Ну, я нашел ящик с инструментами, а там два куска веревки Это, знаете, меня осенило Лампочка в мозгу загорелась, и я понял, вот он, выход Макаров снял на кухне светильник Куски веревки связал друг с другом и сделал на одном конце петлю Убийца сомневался, что крюк выдержит вес человеческого тела Поэтому сам вырвал его из потолка и привязал к нему второй конец веревки А петлю накинул на шею нехода и туго ее затянул Рядом с телом положил табуретку Теперь все выглядело как самоубийство Оставалось лишь прибраться в комнате Макаров даже положил на место деньги 50 рублей и обручальное кольцо Покинув квартиру неходы, Макаров отправился к сестре Идея брата с имитацией самоубийства ей понравилась Вот только ее очень смущали сломанные замки на ящиках письменного стола Потом Алифтина решила написать прощальное письмо Софье Чтобы они вместе с Толиком узнали все намного раньше оперативников Она рассчитывала, что Толик будет раньше у квартиры И сможет там достаточно наследить, чтобы в случае чего подозрения пали на него У вас почти получилось Только вот ваша сестра с этим самым письмом крепко просчиталась Второй раз в квартиру я пошел по собственной воле Знал, что золото где-то там Не давало мне покоя Короче Жадность губила Андрей Макаров, несмотря на чистосердечное признание И полное раскаяние Был приговорен к 12 годам заключения в колонии строгого режима Алифтина провела за решеткой 7 лет Выйдя на свободу, она с трудом устроилась на работу медсестрой в дом престарелых Тайник в квартире Нехода и оперативники все же нашли Макаров до него почти добрался Он действительно оказался под деревянным полом Вот только овчина выделки не стоила Нехода успел спустить свои богатства В тайнике лежали лишь несколько простеньких колец и два комплекта сережек Продолжение следует...